МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Телекомпания ВИД при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! В эфире программа «Жди меня». Программа, которая уже много лет помогает людям найти своих родных и близких. И сегодня нас всех ждут новые встречи и новые поиски. Мы начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Люди теряются ежедневно. Часто от того, как скоро начинается поиск, может зависеть их жизнь. Добровольцы Лиза Алерт знают об этом не понаслышке. Они ежедневно оказываются там, где нужна их помощь. Давайте посмотрим, как это происходит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообщение поступило где-то в 11 вечера. Сразу собрались на поиски. Огнями с первым приехали в штаб и в первой группой вышли. Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт понимают – надо торопиться. С каждым часом шансов найти человека живым становится все меньше. Координатор дает последние указания и распределяет по группам зоны поиска. Лиза-3. Пойдешь сюда. Вас интересуют овраги. Вас интересуются. Дело мог завалиться. Ребята, сейчас все идут вместе до точки лагеря. От лагеря у старших есть задача. Все группы готовы. Время – 2 часа ночи. Поиски идут полным ходом. Сейчас мы находимся в лагере, откуда пропал молодой человек 32-х лет. История для добровольцев Лиза Алерт не новая. Компания молодых людей отдыхала на природе. Не обошлось без алкоголя. Один парень вышел из лагеря и пропал. Вот уже двое суток его никто не видел. Будем осматривать берег реки. Территорию лагеря вправо-влево около 700-800 метров. Соответственно, массив леса, прилегающий к лагерям. В лесном массиве очень много оврагов. Мог подскользнуться, упасть и удариться. Пока поисковые группы прочесывают лес, координатор в штабе выясняет подробности у свидетеля. Приехали мы туда приблизительно в обед. А пропал он, смыркаться начал, обнаружили, что его нет. Куда ушел или кто не видел, да? Нет. Посмотрели по всем палаткам. В том-то деду, да, его кроссовок, один кроссовок его лежал там, где он спал. Кепка там уже валялась, рюкзак головой, который у него был, то есть я. Его самого не было. В чем одет? Темно-синие штаны. Тренировочные? Да, тренировочные. Черный свитер, и вот у него рисунок вот такой же, зерезагообразные белые полоски. Тот самый свитер спустя пару часов был обнаружен в лесу. Пока это единственная находка. На зов поисковых групп лес отзывается тишиной. Кричим метров, каждый метров 70-80. Мы дошли, вот там гора, ее видно, там на краю леса. Прошла ночь, но, к сожалению, больше никаких следов пропавшего парня найти не удалось. Поэтому мы обращаемся к нашим зрителям. Посмотрите внимательно на эту фотографию. Если вы видели похожего человека, сразу же свяжитесь с нами. Мы приехали сюда где-то в районе, наверное, 11 часов прошлого вечера. А сейчас у нас время 4.30 утра. Пока новостей, которые могли бы точно подтвердить, что он находится в данном районе, пока нет. Когда они вернутся, будет доклад групп, будет понятен анализ того, что сделали, что посмотрели. Не всегда поиски людей в лесу заканчиваются счастливым возвращением пропавшего домой. И все-таки каждый раз добровольцы и Лиза Алерт надеются и верят. Даже сейчас, когда операция началась так поздно. Ведь два дня в лесу это очень много. Не зря поисковики подчеркивают. Обращаться за помощью нужно уже в первые часы. Погода не самая лучшая. И случится может все, что угодно. На вопрос, как же не потеряться в лесу, опытные поисковики порой отшучиваются. Вообще не ходить в лес. Но если все же вы любитель активного отдыха на природе, эти советы будут для вас полезны. Во-первых, одевайте на себя светлую одежду. Это раз. Потому что искать людей в камуфляже в лесу, это крайне затруднительно. То есть человек сознательно себя еще там и прячет. Ну, нужно иметь с собой, безусловно, заряженный телефон. Сейчас он есть у всех. Потому что это возможность как можно быстрее оповестить о том, что человек потерялся. То может быть и вертолет вызван, и по телефону. Не по засеканию телефона, а просто человек с пилотом разговаривает и видит вертолет. И вот он над ним зависает, сбрасывает координаты, и группа заходит и вынимает этого человека. И если вы оказались в лесу без телефона, то самое лучшее, это, конечно, иметь при всеми теплую одежду. Это непромокаемая обувь, это спички. Желательно иметь компасы, что умеете им пользоваться. Не паниковать. Если смеркается, есть возможность разжечь огонь, разжечь огонь. И, безусловно, найти какое-то место, укрытие, шалаш, корни деревьев, там, где вы будете защищены от дождя и ветра. Подстелить лапник, подстелить что-то теплое, сухое. И попытаться на одном месте провести ночь. Потом утром со свежими силами уже принимать какие-то решения. Но лучше все равно оставаться на месте, потому что стоящего человека в лесу найти гораздо проще, нежели чем человека, двигающегося по лесу. За последние два месяца к нам пришло еще несколько заявок на поиск людей, потерявшихся в лесу. Посмотрите. Лия Николаевна Бритвина, 1935 года рождения. Вологодская область, Нюксинский район, деревня Казакова. 8 июля этого года, примерно в 12 часов дня, вышла из дома и не вернулась. По словам свидетелей, направлялась в сторону леса. У Лии Николаевны есть проблемы со здоровьем. Может терять память и быть дезориентирована. Прихрамывает на правую ногу и плохо слышит. Было одето в длинную вязаную кофту, серую юбку и калоши черного цвета. Дмитрий Федорович Замятин, 1937 года рождения. Иркутская область. Ушел на охоту 6 июля в районе поселка Речушка. Родные заволновались 10 июля, когда он не вышел на связь с сыном. По словам родственников, Дмитрий Федорович опытный охотник и рыболов. Всю жизнь этим увлекается. В лесу обнаружили личные вещи и место ночлега. С собой у него было ружье. Эдуард Иванович Бухтеев, 1940 года рождения. Тверская область, деревня Шепелева. 4 июня ушел в лес за грибами. На следующий день его видели в разное время в деревнях Романово, Аланино и Гурьево. Около пяти часов вечера в Аланино у местных жителей спрашивал, где деревня Шепелева. С их слов пошел в сторону леса. Поиск в лесу результатов не дал. Был в резиновых сапогах, спортивных штанах, майке, сверху дождевик с капюшоном. Мы очень ждем ваших откликов. Наш номер телефона и адрес сайта вы видите на экране. Нам на сайт пришла заявка из Саратова от двух сестер. Когда мы ее прочитали, мы не могли не пригласить их к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, кого вы ищете? Мы ищем своего родного брата Симухина Николая Николаевича, 1959 года рождения. У нас один в семье брат. Мы восемь сестер, но одна у нас младшенькая совсем была полтора года умерла. Так что мы шесть сестер и один брат были. То есть один мужик в семье? Да. А где его следует искать, как вы думаете? Да, вот приехал сюда в Москву на заработки, работал три года тому назад. Кем он работал? Тут он дворником работал зимой, нужны были рабочие. А летом уже не нужны, поэтому его уволили. И поехал он домой со мной. И друг ему позвонил, когда он был уже за Москвой. Сказал, есть работа, Коля, возвращайся. Вот, Коля, наш брат, возвратился и был еще на связи три дня. Все, с нами разговаривал, с сестрами общался, и с женой, и с дочкой со всеми общался. А потом, после трех дней, мы потеряли связь. Недоступен, недоступен стал. Ну, мы звонили. И все, и пропал с тех пор? С тех пор пропал, да, и нет вестей. И вот у него дочка недавно, 18 февраля, умерла наша племянница. Мы очень переживаем. Он даже об этом не знает. Он даже об этом не знает. А по последнему разговору телефонному вы ничего не заметили? Может быть, какая-то тревога была в голосе или какая-то растерянность? Да нет, как обычно, всегда разговаривал. Звонко, ясно, все нормально у него было. Он вообще такой оптимистичный парень? Да, оптимист. Мы все такие оптимисты. Шалопой? Ну, немножко бедовый парень, немножко он у нас. Бедовый в каком смысле? Ну, выпивал. Подраться, может, да, выпить. Ну, да, да. Ну, бывало такое, но это не имеет значения. Главное, он наш родной брат, главное, чтобы он жив и здоров был. Ну, все-таки имеет значение, конечно, не то, чтобы мы хотели его осудить. Нам нужно знать, как он выглядит. Вы могли бы его описать? Его фигура, волосы, высокие. Какие-нибудь приметы? Да, метр семьдесят. Усы? Нет, усов у него нету, он... Нос прямой, сгорбинка. Вот так, как и у нас. Курносый, короче. Картошечка. Понятно. А вы же привезли с собой фотографию. Да, привезли. Да. Давайте посмотрим сейчас. А, вот он. Грозный тип. Он добрый, батька был. Добрый, да. Для своей семьи дочку. Он очень любил и свою жену почитал и уважал. Да. Старался, во всяком случае. Старался. Ну, вы знаете, мы нашли одного человека. Он похож на вот эту фотографию. Но только проблема в том, что у него нет никаких документов. Мы не знаем ни его имени, ни фамилии, никто. У него родственники. Как вы думаете, вы смогли бы вот спустя это время узнать его? Обязательно. Конечно, у него есть татуировка. Вот, я про это и спрашивал. Смотрим на экран. Ну-ка, давайте посмотрим. Это он? Он, нет. Нет, подождите, подождите. Вот же подвальчик. Даже дверь открытая. Вот здесь можно. Может, он перегонтался в зиму. Или летом от непогоды спрятаться. У него татуировка вон. Нормально. Ой, голос его, господи. Будем иметь в виду. Инна. Это он. Божечки. Этот человек называет себя Николаем. Говорит, что ему 59 лет. Когда-то был отцом семейства. Женат, дочь, двое внуков. Теперь Николай живет в другой семье. Состоящей из лиц безопределенного места жительства. Ну, вот жить как-то с семьями. Ну, там человек по четыре, по пять. Кто-то там стреляет деньги. Кто-то собирает металл. Кто-то умеет, кто-то делает. Вот я, например, сюда стрелял. Деньги стрелял. Уважаемый. Милостей, я вам сейчас. Господи. С уважением вам всегда. Давай, все в дороге. Вот сколько ты дали. Эх ты. Немного, 20 рублей. Николай рассказывает, что работал помощником машиниста. С железной дороги ушел после несчастного случая. Под поезд, который он вел, бросилась женщина. Вспоминать об этом Николай не хочет. Год он прожил у матери в деревне. А потом отправился на заработки в Москву. Устроился дворником, нашел новых друзей. Но после первого же пикника с ними остался без денег и документов. Ну и без друзей, конечно. А бывает, что тебе пошлют подальше. И это чаще всего. Даже говорить не о чем. А вас били? Били. Сильно? Зубы вывели. Николай так долго не видел близких, что не знает, здоровы ли они, помнит ли о нем. Говорит, что у него было целых шесть сестер. Ни телефонных номеров, ни адресов у него не осталось. Что-то потерял, что-то просто забыл. Но к сестрам Николай по-прежнему питает нежные чувства. И верит, что в беде они его не оставят. Это все от меня, дурака, зависит. Правильно. Каким образом нужно было добраться домой? Сестра бы, она как ни говорила, помогла бы. А я не хотел. Вот как документы утерял, так еще. И уехать не могу. Да и иногда охоты нет, показывается, стыдно. Дома показывается. Да, да. Без денег, без денег. Такой у него характер. Перед семьей мне стыдно, потому что перед сестрой. Мне даже перед соседями стыдно. Мы знаем. Ну, как он и правильно совершенно сказал сейчас на экране, ему очень стыдно. Он такой вот у него характер. И он стесняется даже вам показаться или признаться, или сказать, где он. Мы его любим, какой он бы не был. Всегда мы его любили и ждали всегда. Ему страшно, что вы не захотите его увидеть, потому что, конечно, та жизнь, которая сейчас у него... Мы никогда такого бы не поступили. Вы хотите его увидеть? Конечно. Обязательно. Обязательно. Ну, вы бы, конечно, простили, правда? Мы его и так простили. Всегда мы бы. Николай, иди сюда скорей. Николай, иди сюда скорей. ПЕСНЯ КОНЕЦ ПЕСНЯ 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 Слава Богу, так же он с ним бывает. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Идем сюда Идей сюда Очень хочу вас ПЕСНЯ 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 Нина, ну вы как старшая сестра Наверное, должны сейчас Помочь Николаю, потому что Насколько я понимаю, Николаю негде жить Вам некуда возвращаться У него есть жена Как бы там не было Он вернется и в деревне Там есть у нас родительский дом Там есть еще сестра И постараемся ему помочь обязательно Коля Срочно его забирайте к себе И город уже, наверное, вот так И поэтому Мы очень хотим вас поблагодарить За такой огромный труд И спасибо вам огромное И все Все, кто нас поддерживал Меня С Бреста там все И коллеги по работе И кумовья И соседи И все знают, что я поехала искать брата И все мне уже Желали удачи И всем им привет Просто спасибо И вам особенно Особенно огромное спасибо Барышня, барышня, одну минуточку Давайте у него спросим Он-то хочет Хочу, конечно Все, ребята, счастливо Спасибо вам Спасибо 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 огромное вам Спасибо Спасибо вам Спасибо вам АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо Всем спасибо Хорошие девчонки Хорошие АПЛОДИСМЕНТЫ История Великой Отечественной войны знает много героев К сожалению, судьбы некоторых из них до сих пор покрыты завесой тайны Ну вот одну из них мы сегодня попробуем приоткрыть К нам в студию пришла правнучка фронтовика Семена Евсеевича Гаврева Екатерина, проходите к нам АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте Здравствуйте АПЛОДИСМЕНТЫ Мы говорим о вашем прадеде Правильно? Да Он какого года рождения? 1905 Ого Он, наверное, и Финскую войну прошел Да, он прошел Финскую войну Два года побыл дома И его призвали на Великую Отечественную А когда он пропал? Связь с ним прекратилась в октябре 44-го года То есть от него перестали приходить письма в семье АПЛОДИСМЕНТЫ За отвагу За отвагу Полученное в 42-м году Вот Слушайте, за отвагу дается далеко не каждому Да И еще по рассказам Уже моей бабушки Мы знаем, что в 45-м году ему дали орден красной звезды Так подождите Вы только что сказали, что он в 44-м пропал без вести А в 45-м не удали? Да, официально числится, что он пропал без вести в 44-м Но данные, что в феврале 45-го ему была присвоена орден красной звезды Екатерина, подождите Здесь когда вручают какой-то орден, там обязательно обозначают и пишут за что Орден красной звезды он не получил А за отвагу? За отвагу получил За что? Он строил мост в боевых условиях через реку Вазуза Где это? Это в Смоленской области где-то Вот И проявил мужество и отвагу И был награжден Екатерина, вы знаете что-нибудь О его воинском пути? Ну вот То, что я смогла узнать, это по номерам полевой почты Которые приходили как раз вот на этих На этих письмах Не проходил ли его путь воинский через Украину? Я почему спрашиваю про Украину, Екатерина? Дело в том, что к нам недавно Обратилась женщина из Сумской области Это Украина И она рассказала нам удивительную историю Вот давайте сейчас посмотрим на экран В 2007 году мы засаживали огород Это был июнь Я пришла на свой участок и начала его полоть Тут мы сажали фасоль Огурцы Помню, что в том году на этом месте посадила бобы Какое-то время я работала, полола А потом вот здесь, на этом месте, у этой грядки Смотрю, что-то белеет Когда я подняла и поднесла поближе, то увидела, что это медаль за отвагу Она в таком состояние Она в таком же состоянии, в котором я ее нашла Все эти годы она так и хранится Перевернула ее Тут есть номер 138 364 Я начала интересоваться всем этим Потому что, к сожалению, я много чего о тех временах боевых не знаю А недавно я познакомилась с женщиной, которая родилась в 1938 году Ей в 43-м было 5 лет И она рассказала мне, что тут были бои Говорила, я была маленькой, а напротив нашего дома стоял танк И когда они стреляли, то я падала, чтобы уберечь себя И там дальше тоже стоял разбитый немецкий танк Когда была битва на Курской дуге, то тут тоже шли бои Она же недалеко отсюда Я не один раз находила и тут, и там гильза от патронов Вот такие Так что тут были бои Конечно же, мне интересно узнать судьбу этого человека Не дай Бог, я боюсь подумать, не погиб ли он на этом месте Когда я увидела, что тут есть номер на медали Я подумала, что можно найти хозяина по нему Узнать что-то конкретнее И тогда я обратилась в наш районный военный комиссариат И они написали письмо в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, город Подольск Спустя какое-то время, это было уже в сентябре Нам пришел ответ Кому принадлежит эта медаль? Гавриву Семену Евсеевичу 1905 года рождения Был он сержантом, командиром саперного отделения Призывался московским РВК 26 июня 1941 года Папа наш тоже воевал, он инвалид войны Под сумами его ранили, еле выжил Мама моя была в лагере освенцем Для меня это святость Я буду очень рада, если есть кому вернуть эту медаль Потому что она по праву принадлежит этой семье Я хочу обратиться к родным Гаврива Семена Евсеевича Найдя эту медаль и узнав, кому она принадлежит Мне стала очень интересна судьба этого человека Дорогие родные, отзовитесь Я хочу с вами поговорить обо всем Хочу вручить вам эту реликвию, эту медаль Чтобы вы свято хранили память о нем Ну что, Катя, как она могла бы туда попасть, эта медаль? Может быть, боевой путь как раз проходил И как раз в этом бою Может быть Но сама по себе, конечно, находка очень Неожиданно Это как иголку в стоге стены Вы, конечно, хотели, чтобы эта медаль хранилась у вас, правда? Да, для моей бабушки, конечно Потому что это будет просто Вы знаете, Екатерина Зоя Ивановна тоже Как только узнала, что нашлись родственники Человека, которому принадлежала эта медаль Она сразу же собралась в дорогу Она здесь у нас в студии Давайте ее встречать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Где меня стали родными? Потому что это вообще и дело АПЛОДИСМЕНТЫ Жей Ивановна, пожалуйста Вручите торжественную медаль Потому что это действительно торжественное Слушаю Вы представляете, столько лет прошло АПЛОДИСМЕНТЫ Это уникальный случай, я считаю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Несомненно, проявлен истинный героизм Потому что награда за отвагу Она выдавалась людям, которые Проявили личное мужество, личный героизм АПЛОДИСМЕНТЫ Так что Гавриев Семен Евсеевич Герой Я считаю Он Советовый подвиг И вы должны все охранить это И передавать с поколения в поколение АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Примите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эта тема для меня Сколько лет прошло До сих пор волнительно Мои родители воевали Папа только был ранен Вот еле выжил Мама была в концлагере В Освенцию Так что по-другому не могло и быть Я долго ждала этого момента АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зоя Ивановна, ну все-таки Остается загадкой Как она оказалась в огороде? Он же не мог ее просто там потерять Или она слетела у него с кителя Там был поселок дальше чуть-чуть И там тоже были бои Но мы завозили оттуда удобрения на огород Может каким-то образом попало на наш огород И вы знаете, действительно Наши корреспонденты и редакторы Нашли информацию Что в 41-м году этот полк Действительно проходил через Сумскую область Но металлом получил в 42-м В 42-м декабре месяце То есть тут с датами очень много Каких-то таких путаниц Каким образом? Я же до сих пор, да Вот это очень интересно Ну так и неизвестно Пока неизвестно Поэтому мы просим наших телезрителей Если вам что-нибудь известно об этой истории Возможно, вы узнаете Семена Габриева по этой фотографии Пожалуйста, позвоните Или напишите нам на наш сайт АПЛОДИСМЕНТЫ Я считаю, что вы герои нашего времени Вы делаете подвиг в мирное время Потому что это колоссальный труд Спасибо вам! Спасибо вам! АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда редакторам и корреспондентам программы «Жди меня» приходится заниматься не только поиском людей Совершенно верно Вот, например, очень необычная заявка из Орловской области В ней просят помочь вернуть человека домой Вы представляете? Давайте посмотрим на экран АПЛОДИСМЕНТЫ Это в детстве он с сестрой Наташей Сам Здесь учился в пятом классе Со мной Но это фотографии уже в тюрьме он находился Уже столько пережит, я уже не могу В 2005 году старший сын Антонины Хохловой Александр приехал в Казахстан на рождественские праздники В то время там проживала его мама и дедушка с бабушкой 6 числа мы утром уехали в своей деревне в соседнюю, где похоронен муж А ребята здесь пошли гулять по селу Утром, когда я позвонила дочери, что мы возвращаемся Ай, не могу, я же все это воспоминаю Соседи сначала сказали, что у нас случилась беда Погиб наш сосед И виновны в этом Саша и зять Андрей Сашу и Андрея задержали Длилось следствие 6 месяцев На тот момент у моей дочери была младшая дочь Она родила Вику Ей было 6 месяцев Она просила, пока шло следствие Возьми все на себя Так как было все спровоцировано зятем Тайность следствия сохранялась Полностью нам не сказали, кто же все-таки был окончательно виноват Ну Саша сказал, я один, я возьму все на себя Он тогда еще не был женат А тебе растит ребенка, раз вы просили, он на это пошел Да и 12 лет Так Александр оказался в тюрьме Антонина навещала сына в течение двух лет А потом обстоятельства вынудили ее вместе с семьей вернуться в Россию Через 8 лет Александр получил право на условно-досрочное освобождение Я поехала туда В день освобождения весь день пробыла у ворот зоны Ждала его, пока он выйдет И у меня уже с собой было два билета на обратную дорогу Но когда он вышел, у него в руках оказался паспорт Лицо без гражданства Мне пришлось сдать билеты Затем обратилась в иммиграционный центр, чтобы нам можно было выехать Мне пришлось заплатить немалые деньги Мне дали сопроводительный документ Но на первой же границе, которая находится в городе Актюбинске Нас по таким документам сняли С тех пор Саша не может вернуться к своей семье И вот уже 4 года эти мы ничего не можем сделать Я обращалась по всем инстанциям Но мне отвечали, что раз он освободился условно-досрочно Он должен отбыть там эти 4 года Отбыл он 4 года 5 февраля закончил за судом И вот опять Обратился он в российское посольство Там не подтвердили, что он гражданин России В Алмате Вот сейчас, когда обратилась уже на передачу Позвонили ему Он, конечно, обрадовался Но верится с трудом, что можно что-то сделать Думаю, может быть, хоть что-то получится Может быть, поможете мне вернуть сына Саша, ну я бы очень хотела, чтобы ты поскорее вернулся И жизнь у нас наладила, чтобы все было нормально Устала я уже за эти годы Очень надеюсь, что ты приедешь и все будет хорошо Что больше у тебя не будет таких поступков И что будем жить все дружно Поддержим тебя Ты тоже намучался за эти годы Ну что ж, Антонина Петровна приехала из Орловской области Вместе со своей дочерью Натальей Идите к нам АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Антонина Петровна Ну вот вы в сюжете не рассказали нам Как прошла ваша первая встреча с сыном После освобождения Как он себя чувствовал? Что он вам говорил? Ну я прождала весь день у ворот зоны Обещали выпустить в 10 часов Но вышел только в 4 часа дня Ну ого На полдня простояли в ворот Да, там все Формальности какие-то Бумаги пока подписывал Обходные Я побеседовала здесь еще с оперуполномоченным Пока ждала его Он мне сказал Саша у вас очень хороший, замечательный человек Старался всем помочь Приобрел там две специальности Токарь и кузнец Получил дипломы И собирайте его И надеюсь, что у вас все будет хорошо Я говорю Конечно, билеты уже в кармане Мы сейчас должны Вечером на поезд И возвращаемся домой Доехали до первой Ближайшей границы Таможня в Актюбинске находится При проверке документов Нас с поезда сняли Там контрольный пункт Нас там задержали на сутки Сутки к нам никто не подходил Когда я обратилась Долго ли мы будем еще здесь сидеть Мне сказали, что Вам нужно Вернуться в Россию А его отправить Опять на территорию, значит Казахстана А вы должны привезти С того места, где вы прописаны Два-три свидетеля Чтобы они подтвердили Что он здесь прописан Что он здесь учился Что здесь он пошел в армию Кошмар Неужели вас было недостаточно Недостаточно Матери Да, нет Что же это творится Нас до утра продержали Утром выпустили Я с ним на автобусе еду В ближайшее посольство До Алматы мне тысячу километров До Уральска мне 400 километров По степям Зима На автобусе Мы добрались до посольства Обратились сразу же в этот день Ничем помочь не можем Сколько лет это все уже продолжается? Четыре с половиной года Да Вот На работу Нельзя было ему там устроиться Во-первых, лицо без гражданства Во-вторых, после освобождения Не так-то просто найти работу Он выезжал в соседний город Арысь Там работал грузчиком Потом Подрабатывал Ну где, как придется На работу, значит, к какому-то там фермеру Он попросился уже Ну и я просила, чтобы взяли Он там Пасет скот Чистит ферму Два-три человека На всю ферму Там, говорит, 60-70 голов свиней Столько же лошадей Столько же коров И он говорит, мам, ты понимаешь У меня уже больше нет сил И вот тут позвонили с передачи Антонина Петровна Да Вы замечательно сделали Что обратились в нашу передачу И я думаю, что мы вам поможем Наташа, ну вот вы Как вы считаете Спасибо большое У него, наверное, все-таки Внутри и боль, и обида Что вот так случилось Он взял на себя вину А теперь вся его жизнь Под откос как-то Мы уже об этом говорили С ним он особо не обижается Понял все Сам был в какой мере виноват Тоже помогали, как могли ему Надеемся, что будет все хорошо Поддержку ему окажем, приедет Неужели нельзя вытащить человека В России Никак, вот не могли Когда он освободился Он вышел И когда я увидела вот этот паспорт Лицо без гражданства У меня был шок Оставить его здесь Одного Как? Я ему говорю Может быть ты назад вернешься Эти 4 года Что тебя условно Досрочно За хорошее поведение освободили Может быть ты там их добудешь Чтоб ты хоть был под крышей Чтоб тебе было что-то кушать Ты там будешь работать В тюрьму Да, я ему так сказала А он стоит на меня смотрит И говорит Мам На одну минуту туда Нельзя возвращаться А ты говоришь На 4 года Ой Не могу Когда вы видели его В последний раз? 14 А, нет, когда на границе Так, 14 февраля он освободился Ну, где-то числа 28 Вот 27 февраля 2014 года 4 года назад 4,5 года, да Для матери это огромный срок Вы знаете, наша съемочная группа Нашла это село Давайте сейчас посмотрим на экран Давайте Данная ферма Данная ферма находится в Южно-Казахстанской области Тюлькубасский район Село Турары-Скулов Я работаю с 2014 года Вот Я ухаживаю за скотом Я смотрю, кормлю, пою, чищу Вот у нас недавно родила свинья Маня Вот у нее 6 поросят Три дня назад она родила Вот поросята Это наша работяга Серый Хороший конь На нем мы скот пасем Коров На пастбище выгоняем Ну вот Это Наша комната отдыха Здесь мы отдыхаем Свободно от работы время Также здесь мы готовим себе кушать Она И комната отдыха И как столовая у нас служит Вот Продукты нам работодатель поставляет регулярно Все, что нужно Ну Условия более-менее Пригодны для жизни Вам нравится ваша работа? Ну я бы не сказал, что она мне нравится Но Просто я сейчас оказался в такой ситуации, что У меня мало выбора Мне не приходится выбирать Я берусь за любую работу И вот какая первая Более-менее нормальная работа подвернулась Вот данная ферма Я взялся, работаю В первую очередь Я хочу вернуться домой К своей семье К своей маме К своим родственникам А уже дальше Больше Уже Найду свою работу По призванию По желанию По умению Пятый год я уже не могу попасть домой Не видел своих ни родственников, никого Просто хочу вернуться домой К своим родным, близким Вы когда-нибудь сожалели о своем решении Взять вину на себе? Ну если честно, да Были такие моменты Когда Сестра подошла и попросила меня Сказала У нас только родилась дочь Не ломай нам семью Не ломай нам семью Дай нам нормально жить Мы тебе поможем Как сможем Мы тебе поможем Ну так получилось Что Вину я взял на себя Срок отбыл Как положено Все свое наказание Я отбыл И в итоге оказался Вот В болоте Не могу попасть На протяжении долгих лет Не могу попасть домой Документы нет? Нету документов Проблемы с документами Вы дали мне паспорт Лицо без гражданства Казахстанского образца С которым я никуда не могу Ни на нормальную работу Устроиться Ни границу пересечь Я остался между небом и землей Все У разбитого корыта Наташа А вот вы сами Верите, что это он совершил? Он мне признавался, что он Да? А муж был как бы Находился рядом В какой-то мере оба были виноваты Но в основном Саша был А муж что говорит? Ну что совершил Саша Верите? Ну мы там не были Не знаю Антония Петровна А вы? А я не верю, что это он Потому что провокатором выступал зять Когда был суд Прокурор даже сказал Ну там ведь следствие шло Шесть месяцев Сопоставляли все факты И на суде прокурор сказал Александр, одно твое слово И ты сейчас выходишь отсюда Мы прекрасно понимаем Что ты его выгораживаешь Берешь на себя Он, нет, я виноват Все Я, конечно, плакала в зале суда Все Саша, что ты делаешь? Я не знала, что они его просили Уже после суда я узнала Что попросили взять И когда я на свидание к нему ездила Тут уже он мне рассказал, конечно Антонина Петровна, ну вы так переживаете У меня, глядя на вас, тоже сердце разрывается Вы не переживайте У вашего сына Появилась возможность Вернуться сюда Домой к вам У нас очень много Добровольных помощников По всему миру И, конечно, в Казахстане Тоже есть добровольные помощники И вот неделю назад Одна из них Алла Янголи Она вместе с Сашей сходила По всем инстанциям И сказали, что Документы будут готовы через месяц А миграционная служба Казахстана Пошла на встречу И ускорила этот процесс Ваш Саша Уже едет в Москву Мы до последнего надеялись Что вот он успеет К вам До свидания в студию Но нужно еще парочку дней Но мы вас никуда не отпустим Хорошо Вы останетесь здесь Вы его дождетесь Мы все с нетерпением ждем Наша съемочная группа Поедет вместе с вами его встречать Да, конечно, мы все ждем этой встречи Хорошо, большое спасибо Так что зрители тоже узнают Чем закончилась эта история Большое спасибо Я очень благодарна вашей передаче Была одна надежда только на вас Большое спасибо 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 большое Вы умницы Спасибо Спасибо Удачи Ищите друг друга Что бы ни было И ждите Несмотря ни на что Спасибо Спасибо Спустя два дня Съемочная группа программы «Жди меня» Встретилась с Антониной Петровной Чтобы вместе поехать в аэропорт Встречать Сашу Мы не виделись с Сашей четыре с половиной года Я, конечно, волнуюсь, как пройдет наша встреча Видела я его на передаче на экране Похудевший Изменился, конечно Немало ему пришлось пережить Мы здесь как-то Семья вся в сборе Только его нет А он там где поезд, где не поезд Вот и сейчас его там проводили Говорит, сижу в аэропорту 10 рублей в кармане Хватило только доехать Не знаю Надеюсь, что все будет хорошо Все встанет на свои места Начнет жизнь сначала Конечно, годы все свои там потерял он В этой тюрьме Он уже говорил Что он и сожалел Что так случилось Поддержку мы здесь ему окажем Семья у нас дружная Все его ждут Думаю, что все будет хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, все, все Успокойся, все нормально Все хорошо Все не плачь Все, не плачь Успокойся, все хорошо Все, теперь уже дома Думаю, что дома Все, все, все Все, успокойся, все хорошо Слушай, солодой какой. Да все нормально, не худо. Я очень рад, что мне удалось встретиться с мамой, приехать к своим родным. Огромное спасибо программе «Жди меня». Очень большую помощь в этом оказали. До последнего момента, до самой встречи, были очень большие сомнения, что что-то получится. Пять лет, пять лет. Замкнутый круг был. Даже не верится, что мы встретились. Верим, что все будет хорошо. Поддержку окажем. Откормим немножечко себя, чувствуя приведем. Оказывается, чудеса бывают. Бывают. Уette. Утец. Редактор субтитров А.Семкин